Праздник каждый день. Совсем скоро наступит долгожданный Новый год, а сказочные персонажи уже радуют миасцев. Дед Мороз побывал сегодня в редакции газеты «Миасский рабочий» и поздравил подписчиков, которые приняли участие в поэтическом конкурсе. В лесу она росла, зимой и летом стройная. Несколько десятков юных читателей «Миасского рабочего» прислали в редакцию письма со стихами собственного сочинения. Маленькие поэты и поэтессы честно признались, пока им помогают родители. Но и они сами очень стараются. Ксюше Звездиной 10 лет. В конкурсе ей предложила поучаствовать бабушка. Сидели, бабушка читала газету, и я делала уроки. Она позвала меня, что я подошла к ней, чтобы она мне помогла. И она говорит, вот стих давай сочиним. В итоге Ксюша заняла в конкурсе призовое место и получила от Деда Мороза в подарок пазлы, набор для творчества и, конечно, сладости. У нас еще был конкурс, называется он «Вкусный, не могу». Мы предложили нашим читателям поделиться рецептами для новогоднего стола. Тоже очень активно у нас откликнулись, но самое главное, что откликнулись опять-таки дети. Предновогодние конкурсы для читателей «Миасский рабочий» проводят ежегодно. Они уже стали доброй традицией. Активные участники никогда не остаются без подарков. О предстоящих конкурсах вы можете узнать из газеты «Миасский рабочий».